Девушки отдыхают Твою-то нахрен Здравствуйте, дорогие зрители и подписчики моего канала Меня зовут Влад Ну что ж, ребят, продолжаем выживать И у нас все плохо То есть официально подтверждаем И в полной заднице, потому что я не ожидал такой погоды Это что-то прям уж совсем адово-адское Так, ладно, бабуль, держись, короче Топи там дрова Еда есть, вроде дом стоит Но я, правда, не понимаю, как он стоит, потому что, ну Просто посмотрите на деревья Тут вся природа охерела в края Я в шоке Сейчас надо одно место проверить по-быстрому А местный банк Я забыл там осмотреть, собственно говоря, центральное хранилище Я после нашел уже, собственно говоря, пароль от него В доме самого банкира Жесть какая-то Ну я официально заявляю, ребят По такой погоде куда-то идти невозможно будет Нас, скорее всего, не знаю, ну волки изнасилуют Потому что я их просто не увижу Жопа какая-то Ну это охренеть Это реально охренеть Как же здесь хорошо Такой минимальный звук Конечно, прохладно, но, в принципе, жить можно Это, ребят, ситуация такая, что я, наконец-таки, починил А весь свой шмот абсолютно до конца На сто процентов Блин, я постоял всего пару минут на улице У меня уже обмерзли, собственно говоря, мои шмотки Некоторые уже прям в хлам Ну это жесть, конечно, ребята Намокание Блин, у меня всего одна пара штанов Да, это, конечно, нехорошо Тут нужна еще одну пару Но пока найти ее не могу И нужна еще какая-то вещь на голову То есть я не понимаю пока какая Какая-то, походу, вторая пара наушников Но ее пока, что, ребят, нету Температура воздуха Внутри здания минус 5 По ощущениям 10 градусов практически Но это нормально То есть на улице просто адовый трындец И по таким температурам особо никуда не уйдешь Плюс у нас перегруз Я не знаю, что не верю с ним делать Потому что 39 килограмм у нас из 30 Блин, здесь даже особо-то выкидывать нечего То есть окей У меня слишком много, наверное, масла с этим У меня слишком много еды стало в какое-то время То есть какое-то мгновение Просто тут 6 кусков мяса Некоторые из них по килограмму Блин, полено с собой таскаю На случай форс-мажора Оно много весит реально Но оно, бляха, разжигает костер Просто из ничего Вот это реально факт У меня много шкур, да По 0,5 веса Елки-палки Ладно, будем разбираться Так, банковское хранилище Где-то был листик А его можно сейчас найти, интересно Слушайте Или нельзя Или он одноразово считается И на этом все А стопки бумаги Действия Блин, здесь не считается Слушайте Я находил просто пароль Калка 1 плюс доверие Гриб Рейши Плюс 3 Армейский РП Свежая шкура кролика Высная шкура кролика Ни хрена себе Так у меня этих шкур Хоть Так, а как ей отдавать Это все? Вот это интересно Ребят, слушайте Случайно жмякнул сюда Куда-то в менюшке И попал в какую-то Интересную табличку Где можно, собственно Получить, так понимаю Уровень доверия Повысить к серой матери Она что-то, скорее всего, даст Может быть, даже Отдаст нам свой ствол Я был бы очень даже не против Люди, места, предметы действия Предметы коллекционирования Футляр Астрид Потерянная в метели Записка Пастора Измена Письмо Открытие на Союзе Милтона Ключ от дома Управляющего банком Так, стоп, стоп, стоп Тайник Милтоне Вот, код банковской двери 19-30-08 Запомнил Так, пошел первый тумблер На 19 должен быть Нам в правую сторону Где-то вот он здесь Ага В смысле нет Следующий же тумблер 30 Мне придется Крутить, что ли, в обратную Или что? Это странно Как-то получается Так, е-мое Подожди Давайте тогда круг дадим Сейчас круг по счету Ребята, даем Так А может быть мы сработаем Или нет? 19, алло Есть контакт Так, теперь мне нужно 30 Ну Отлично И 08 Интересно, 08 в правую сторону Или в левую? Тут хер разберешься, ребята Скорее всего в эту Так, 8 Отлично, ребята Отрыли Просто отрыли Открыли Взломали Господи Такие мы медвежатники Вуаля Мы попали в банковское хранилище Ребята Основное банковское хранилище Так, книги Да на самом деле Книга Это, конечно, хорошо Но она очень много весит И для растопки Это не так уж и важно На самом деле Есть что-нибудь более ценное? Так Металлические Пустой Зашибись А нахера я сюда зашел? Что-то не ясно Так, сейф Некоторые из них открыты Хорошо Пусто Интересно Может золотые слитки есть? Книга Да нахера мне сдалась Ваша книга А я могу взломать Такие сейфы Нет Необходимо включать Банковское сейфы Номер 7 Хорошо У меня его нету Так, тоже открыто Может какой-то тайничок будет? Черт его знает, ребята Тоже пусто Да елки-палки Что, зря зашел, что ли? А банкноты Ну, можно взять Но это такой детский цель На самом деле Деньги сейчас тут не эвуалируются Не котируются И не нужны просто Так, ну и последняя дверца Номер 17 Стопка бумаги Бесполезная Прикольно Не нашел ничего, ребят Просто ровным счетом Нихера Здесь тоже пусто Картонные ящики Ну, это даже не смешно, ребята Я не смог найти здесь ничего То есть я вскрыл эту штуку Ради одного батончика Амм Я не знаю, как это прокомментировать Типа, какого хрена? Ты такой из наших часа Думаешь, что вот она тайна Тайна А оно оказывается, что нет Ну, нет, значит, что нет Хотя, может, я что-то пропустил Опа! Опачки! Требуется ножовка Металлический пульт управления Блин, а на кой хер его ломать? Правда, не ясно Камера наблюдения Тоже не ясно Ладно, не будем с этой, ребята, долго зависать Ничего интересного В этом сейфе И то было больше интересности, чем здесь Бляха, я уже замерз Сейчас, наверное, идти к Серовой Матери И с ней пообщаться Потому что время-то уже прошло Фух! Ну чё? С Богом! Твою-то нахрен! Просто, ребята Просто заверяю вот официально По такой погоде Ну невозможно выжить Мне кажется, даже волки, сука, умирают По такой погоде Что это за херня? Откуда такие ветры? Я просто не понимаю Такое чувство, что, знаете, где-то сделали дырку В земле насквозь, блядь И просто вот начал сасаться С другой стороны планеты Вот здесь всегда хорошо Вот здесь всегда приятно, на самом деле А температура-ка в гору пошла Так, ну что ж, бабуль Поговорим Ты вернулся Да, я всё ещё в поисках своей подруги Если что-то вспомнишь Это может быть полезно Говорят, какие-то злодеи пришли из туннеля Твоя подруга, та женщина Она, наверное, шла тем путём Туннель? Единственный путь через горы Она могла пойти только туда Серая мать хочет знать, что случилось ночью Я слышала злые голоса и злой ветер Но остальное загадки Иди к туннеле И расскажи мне, что ты видел Так, ладно, это я схожу Аммм, волки, бури, бури? Ты говорила про снежную бурю Иногда с гор спускаются снежные бури Люди не могут выйти из дома А бывает и хуже Хуже? Люди ходят кругами и умирают Не дойдя до пары шагов до дома Даже если дверь прямо у них перед носом И они говорят, что серая мать слепа Ха Интересно А волки? Здесь много волков Как только люди уходят, приходят они Долго ждать не приходится Есть идеи найти от них защиту? Свою винтовку я не отдам Но, наверное, можно найти что-нибудь другое В старые времена мы отпугали их огнем А подойдет обычный факел Мы их делали из веток и тряпок Вымощенные в керосине Запомню, спасибо Интересно Давненько серой матери приходилось кого-то угощать Вот, поешь супчику на дорожку Уф, спасибо Неплохо, нас покормили Так А чтобы по воду доверия, да О чем ты хочешь поговорить? Так, вот, 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 вот Отдать предметы Да Свежая шкура кролика Грибы рейши Повязки Свежая шкура кролика У меня только одна? А, у меня же остальные волчи Ай Можно отдать ей все палки На самом деле, мне пока что не нужны, наверное Чисто бревно себе оставлю Так, повязка Ну, я не знаю Гриб рейши Кстати, я их дохера выкинул куда-то под пол Поэтому, я пока из него ничего не готовлю Можно тоже скинуть Свежая шкура кролика Еще одна А, отдавай Отдавай, все, отдавай Плюс 123 доверия Неплохо Неплохо Так, а что это нам дало? Какую-то историю Милтона Еще раз руха появилась Интересно Текущее доверие Интересно Какое максимальное доверие? Просто вот Вопросик возникает Затачивание Пилоты богатые люди Ты привык жить в комфорте Но Не хуже и не лучше, чем остальные Местные жители знают, что такой тяжкий труд И хороший инструмент И ценят умение работать руками Я не белоручка Посмотрим Здесь считаю, что лучший инструмент Это хороший топор или нож Но только если он острый Я запомню Так, а... Где же взять-то Точильный камень? Как его точить-то? Вот это, конечно, проблема Не в том, что я не могу заточить его История Милтона Значит, чужак хочет побольше На тебя Милтоне Да, мне интересно Что-то произошло Чтобы понять Милтона Тебе нужно понять А... Разруху Но ведь я знаю про землетрясения На Материке они тоже были Совсем не такие, как здесь Ммм... Ну, давай узнаем про разруху А, в разговоре Скоро всплывала разруха Я знаю, что стяжка, но... Жители Материка не представляют Что тут происходило Мы и без разрухи Были почти на последнем вздыхании Я хотел бы понять Что случилось с Милтоном В окрестностях Я не знал Вот именно Давай я расскажу тебе Так рассказывай Да, Милтона, сложно добраться Как вы поступаете Если нужна срочная медицинская помощь? Ха Поступаем так же, как и всегда Заботимся о своих Ну, а что насчет чужаков? Юр, тебе нужна помощь Ходят слухи, что Миллер Препрятал кое-какие припасы В своем саду То, что он контрабанды Провез с Материка И никому не показывал Забери их себе Если можешь найти Они тебе пригодятся В своем саду В каком саду? Так, у нас, ребята Обновили задание Кстати А, это шиповник я скидывал А где же этот Гребаный Как его там Риши По-моему, я тоже где-то сбрасывал его Я просто выкидывал Все в беспорядке Ребята На пол Потому что Занимало место Где-то я скидывал Эту херню грибную Эмм Но, похоже Ее уже не найти Бабулька все скоммуниздила Так, что у нас там Появились за задание Пока что не ясно Разрушенный туннель Блин, это дальше Через АЗС Я не хотел Дойти пока что Меня очень интересует Вот эта вот часть Дома, которые слева То есть Прям очень не интересуют Потому что Там находятся Какие-то непонятные домики Причем три маленьких Один очень огромный Хотелось бы их проверить А А идти пока что Сюда не хочется АЗС Косатки Я надо бы зайти Кстати, на эту заправку Потому что Мне кажется Там что-то есть Очень важно Так, а вот и Тайник Милтони На самом деле Слушайте Ну не так уж далеко Сейчас проблема Только одна У нас до сих пор Бураны И придется Похоже, что спать Иначе У нас нет вариантов Попросту Блин, сейчас лягу спать И у нас Кончится попросту день Давайте, наверное Часик поспеем Вдруг метель пройдет Да Размечтался Часик и метель пройдет Владислав Закатайте губу Ёлки-палки Да, конечно Придется как-то выживать Пока что не ясно как Абсолютно не ясно как Ох, ты ж кстати А вот и Ааа Так вот суп Который она не приготовила Блин Прости бабуль Не заметил А я могу его разыграть Еще раз Или А, его нужно сразу есть Он, наверное, сразу горячий Он стоял у костра Спасибо за супчик А я думаю Где ты его поставила Я думал я его сразу съел Это что такое Точильный камень А У меня же не было Она дала мне его Вот дела Неплохо Это крайне неплохо Так, где супчик Горячий На 600 калорий порция Неплохая Неплохая Не случится там, что там Большая кастрюля Но, наверное, бабуля Этого хватит надолго Блин, я не хочу По документели гулять Вообще Может пока заняться Заточкой топора И прочих вещей Своих шмоток Это я починил А вот Орудие труда Уже практически сломалось А, заточить Улучшение условий Заточки 3% Так мало Обалдеть 3% Это крайне мало Ёлки-палки Это, ребят Придется точить Очень долго Этот топорик Какая-то Жесть Ну а Что поделать Увлекательное, ребят Достижение Кстати, мы качаем Пока что Навык Заточки Я так понимаю С каждым разом Будет расти Да Вот Шансы-то подросли Поэтому Неплохо На самом деле Я, кстати, заметил Что в последнее время У меня нет проблем Вообще с шитьем Зато, что там уже пошел В ход Третий набор Так Кончилась метель Ой, как хорошо Это, ёлки-палки Это, слушайте Глаза просто Обливаются счастьем Люди-то добрые Ой Прям Ой, как хорошо По поводу навыка Шитья Там просто уже Не знаешь Я гитаристка Способен зашить Все, что угодно Так Тайник находится Если это ее дом Стоп Где-то напротив Радиовышки Через дорогу Радиовышка здесь Через дорогу Значит, с правой стороны Здесь какой-то сад был Я помню Там где-то находится тайник И вот там где-то дальше Еще по дороге Находится интересное строение Которое стоит Ну, стоит проверить Прямо вот стоит Ну, это похоже На сад, наверное Ох ты ж, ёп твою мать Сука Ну тебе пизда Просто молись Ублюдок Сдохнет От кровоточки Сдохнет прям Сто процентов Все Все Очкодав Давай Напади еще раз Напади, говорю Ублюдок Мать твою Иди сюда Я тебя сам трахну Так, быстро 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 В машину В машину Того нахер Задолбал Ай Где повязки Я же делал про запас Помню Теперь-то я в курсе Этой херни А, давай Давай, давай Рваная рана Сука Достали уже И пруд И пруд Ай Еще все больные Бляха Зараза Мне хоть в один попался Здоровый волк А че по шмоткам Сильно помотал меня Только починил все Зараза А нет Вроде все целое Фух, ублюдок. Это просто жесть какая-то, эти волки. Так, веточку брать не буду. Вот эти штуки, мне кажется, надо ломать на самом деле, я не знаю почему. Возможно, три в них что-то есть, но время поломания слишком большое. Но в них, возможно, что-то имеется. Но есть такой шанс. Все-таки деревянные ящички, это не хухры-мухры. Блин, реально много волков. Так, ну, вроде как, где-то здесь. Напротив вышки, да? Ну да, прямо возле камней должен быть какой-то тайник. Интересно. Если сможешь его найти, он твой. В саду. Ага. Ну, что-то тайниками здесь даже не пахнет. Куда он его мог заныкать? Хочу тайник. В предыдущем были ИРПшки, а ИРПшки прям, слушайте, зашли на... А, тю, ё-моё. Вот и тайник. Так, антибиотики. Антисептик. Энергетический батончик. Обезболивающее. Неплохо, неплохо. Not bad. Ну, раз мы уже пошли в эту сторону, и мы близки, то, наверное, сейчас выдвинемся сначала в эту сторону, к туннелю. Она всё равно сказала вернуться к ней, чтобы с ней поговорить, поэтому, я думаю, мы далеко не уйдём. Поэтому вернёмся в любом случае. Сходим потом тогда в ту сторону тех трёх домов, или четырёх. Единственный сейчас минус, то, что мы только что повоевали с волком, но он был с той стороны, не с этой. Здесь, возможно, сейчас будет новый какой-нибудь волчонок, с которым нужно будет разобраться. А каждая встреча с волком, это прям очень плохо. На самом деле, конечно, не особо они пугают уже в последнее время, потому что, ну, 3-4 удара топориком и минус волк, но... Коцуют они каждый раз. То есть, это каждый раз минус антисептик, каждый раз минус один бинт минимум. И это нехорошо. И опять поднимается какой-то буран. Вот мы, когда выходили с дома, кстати, было всё прекрасно. То есть, погодка была такая прям, бодренькая. Ну, рискни! Просто рискни, ублюдок. Предыдущий твой собрат пускает вот там где-то сопельки в землю. Надеюсь, ты это чувствуешь. Ты ведь чувствуешь, да? Засранцы Так, а вот и АЗС-ка АЗС-косадка Мне говорили, здесь прям очень много всего Проблема лишь в том, что это все мешает в плане кармы, насколько я понял Гвоздодер, еще один Наверное, возьмем, но там, опять же, лишний вес А волк так и ходит здесь, зараза Так, здесь пусто Ну что, рванет к нам или нет? Мне кажется, он либо голодный, слишком уставший Либо, хотя если бы он был голодным, скорее всего, напал бы Либо он слишком сытый Черт его знает Либо ему не нравится погода нынешняя Хоть он прям, слушайте, такой вяленький-вяленький ходит Он же заболел Больной волк Звучит странно Так, тихо Твою мать Ай, дружище, не надо, не делай ошибок Не делай ошибок Просто не делай этих гребаных ошибок Че-то рычит, падла Ай, нет, рванул, ты смотри Ай, да ладно тебе Черный вход, быстрее Ой, она заклинила Она бежит Так, я взломал АЗС Я не знаю, хорошо это или плохо Какая-то грустная музыка заиграла Но проверить ее стоит Здесь-то спальное место Деревянные спички, которые мне уже не нужны Я на самом деле не так уж и воююсь-то волков этих На данный момент Но просто впадлу Трогать и волка, и себя Электрическая плита, металлическая полка Баночки подобрать я не могу А картины тоже не подбираются Коробки Шкафчики различные Так, кстати, я вот, блин Столько шкафчиков пропускал Закрытых Которые нельзя было взломать Вот не знаю Хорошо это или плохо Потрепанная ветровка Блин Потрепанная шапка Шерстяная зато Вот это, конечно Они потрепанные все Ух ты ж, потрепанные перчатки водительские Но это совсем детский садик Явно хуже моих, которые рабочие Нужно просто скорее всего бы сломать На ткань разобрать и все Так, нихрена Стопка бумаги мне не нужна совсем От слова вот совсем В общем, только воды Я там 5 литров, по-моему, была своей Поэтому это такое тоже себе Так, так, так Компуктер, блях Вот исходим бы работал Было бы, конечно, круто Ткань Вот это, конечно, пригодится Тут бесспорно Книга не нужна Приличная шапка из хлопка Посмотрим на ее температурные свойства Другие свойства Спальный мешок у меня есть Он целый В принципе, я его постоянно чиню Поэтому Хотя, может, и сломать, наверное, можно Скорее всего, да Правда, это дает жесткий перегруз, по мне Кедровые дрова, блин Дрова, это, конечно, круто Но, опять же, металлическая полка Газеточки Коробочки картонные Стопки бумаги Там было горющее Да Ячейки различные Здесь, кстати, даже щиток был То есть, в принципе, все работало Так, нет, вода мне точно не нужна Это прям с запасом не нужно мне все Опа, вот это вот очень хорошо Повязка Антибиотики Водичка Странно, что я могу набрать воду С унитаза Но не могу набрать воду С обычного крана Типа, я не знаю Брезгую, что ли Странно Сломанная дверца Было бы что-нибудь годное Прямо здесь Было бы очень хорошо Я, кстати, понял Почему сюда бабуля меня засылала Здесь реально очень много еды Прям архи много еды Я уже нашел кучу батончиков Машина для кофе Хотя, в принципе, да Это же АЗС Здесь, скорее всего Просто дохерища Всякого такого вот Быстрого питания Да, да Вот эти всякие соды Ну, короче, вопросы с едой Мы просто решили Просто решили на 100 лет Так, а он там что? А он там пустой, по сути Все по 6 долларов Потрясающе Просто потрясающе Еще батончик Ну, это, конечно, жесть, ребята Не знаю, насколько это хорошо Чувствуется, на самом деле, не очень Потому что как-то бьет по карме Такое прям чувство Что ты воруешь Вдруг люди вернутся Да, да, да А тут хоп Как бы И место, где должна быть еда Не будет ни хрена Потому что один Злой мужик А летчик Все забрал Звучит неприятно А здесь было реально много всего То есть Запасы на Ну Тот чувак, который пил свою мочу Теперь я его понимаю Это отсылка к Бергрилсу, что ли? На самом деле Эта штука не бесконечная Пить свою мочу Можно, по-моему, только Два или три раза Со слов Бергрилса Потом Откажут собственные почки От того, что они будут получать Ненужные элементы Которые появляются в моче После переработки Самим почками Вот такая вот Минутка развития для вас Или секунда, не знаю Поэтому вот такая вот вещь Весло А, его можно только разломать Я думал, можно взять с собой Это было бы интересно Атака для Собственно, оружие для того, чтобы защищаться от Всяких песиков Объявление в магазине АЗС Давайте прочтем Уведомление администрации АЗС Косатка На острове Великий Медведь К сожалению, мы не можем гарантировать Своевременность поставок С расположением Континенте и складов И вынуждены вырезать Какие количества до четырех в год В связи с этим Мы снимаем ограничения На розничную продажу товаров Местного производства Обратите внимание Что это относится только К островным АЗС Континентальный АЗС Обязаны приобретать товары Для розничной продажи Только у проверенных И одобренных производителей Отлично Да вообще, на самом деле Как-то это, знаете Такая немножко странная жизнь Со стороны, когда все То есть слушаешь Считаешь Вот реально У них другая жизнь Вот это То, что они на острове Отдельно от континента У них Аварийный фонарик Фонарь защиты от ветра И механический Отлично Это в него можно заливать масло Ёлки палки Вот это ребята огонь Вот это реально тема То есть на самом деле Это серьезная вещь Без шуток У нас теперь есть фонарик И до хренища еды Просто хреновая туча еды С которой я не знаю что делать по сути это? Блин, радио тоже не работает. Это плохо. Так, микроволновочка. Эть, плохо. Плохо, что пустая. Ящик, скорее, если есть что-то внутри интересное, но я не могу тратить время на то, чтобы его ломать. Блин, возможно, что-то пропустил из этого интересного, но мне кажется, надо сейчас просто выдвигаться дальше, к туннельчику. Пока можем. Правда, я захотел пить. И у нас 48 килограмм веса стало. Ааа, это такие неприятные цифры. Я не могу ничего с этого, ребят, выкинуть. Просто не могу. Я не знаю, почему у меня мания собирать абсолютно все. Так, жажда воды сейчас мы попадаем, это без проблем. Есть что-то более годное? Потрепанная шерстяная шапка. Мне кажется, она, кстати, более годная, если ее починить, потому что у нее показатели 0,4 градуса, практически такие же, как и здесь. Но она, видите, очень раздолбанная. То есть, если ее починить, то, мне кажется, она будет просто лютейшая. Просто лютейшая. Но, к сожалению, сейчас мы этого сделать не можем. Так, курточки различные, а в таком сравнении... Блин, это херня просто на голову выше, чем моя вот эта уж штука. Если ее всю починить, это потрепанная, это ветровка. Это вам не странный новый жилет пухови? Хотя он новый, что крайне интересно. Ну, блин, чинить или тратить на это время, что-то пока что не хочется. Пока что вообще не хочется этим всем заниматься. Мне интересно, я смогу добраться сейчас куда-нибудь с таким перегрузом? Или я просто помру? Так, где там у нас? Давайте сейчас немножко отопьем все, что мы понабрали. Как раз таки и жор себе поубавим, и воды наберем в свой организм. И сейчас покушаем заодно всех этих батончиков, потому что, ну, это просто жуткий перебор, на самом деле, в плане веса. Сейчас, прикиньте, там будет очень много волков, и это будет реальная проблема. Прямо конкретная. Апрессиновая сода. 48 килограмм. Я не могу вообще бегать, то есть я могу максимум ходить. Так, а как заправить мою штуку? А, вот так просто, да, зажигается она? Отлично. Так, у нас теперь есть фонарик. Не знаю, дает ли он тепло, но чисто теоретически должен давать. Небольшое. Все-таки это закрытый фонарик, внутри него какая-то температура создается. И это хорошо? Нет, это реально хорошо. Так, это оттуда я пришел, значит, со мной... Ааа, стоп, а мне куда? От АЗС есть развилка. Вот в чем проблема. Я, походу, уперся не в ту сторону, я уперся в какую-то херню. Разрушенный туннель. Тихо! Тихо! У меня огонь в руках, так что это, иди нахер. Вот, бляха, вот пристал же, вот... Я же бы операходился от злости. Своими же слюнями. Как банный лист к тазу пристал. Сраный волк. Ну живешь здесь и живи. Че ты, блин, это... Начинаешь-то? Так, вот он, разрушенный туннель, ребята, но... Тут не ходи к строителю, не знаю, не звони докторам, и так ясно, что... Адовый трындец, то есть туннеля просто не существует. Вот жупырь, ма... Ну давай. Окей, напади. Ты достал, ты просто... Ты достал, ребят, натуре, ты достал, дружище, давай. Нападешь? Я не буду отступать. Я буду стоять на месте. Я тебя понял. Ну, ты сам, сука, напросился? Получил пиздюлей и свалил нахер отсюда. Засранец. Бляха, запястье убил из этого урода морального. Достали уже. Интересно, интересно. Наложить повязку. Теперь придется, бляха, отдыхать. Не помогло. Средственно, не помогло. Так, секундочку. У меня, по-моему, были обезболивающие. Да. Да-да-да, вот это то, что нужно. О! Вылечено сразу. Слушайте, неплохо, неплохо. Не зря собирал все эти финтифлюшки. У меня там, блин, целых шесть штук было обезболивающих, поэтому все очень просто. Самый-самый вот костяк и прокол, что я даже не смогу с него ничего собрать. А шкуры именно волков не нужны бабуле, хотя у меня их было много. А мясо волка мне пока что не нужно, мне еды дохерища. То есть... А ведь они потом умирают, эти идиоты, и приходится их находить. Как-то так. То есть бесполезная смерть с его стороны, я не знаю. Так, ну я подхожу, уже вижу чей-то труп, это нехорошо. Так он не то, что завален, он был заделан людьми. Это же кирпичная стена. Молодой человек, здравствуйте. Нету ничего, он настолько обмерз, что все, как бы это непригодно для жизни. Так, портфельчик. Список перевозимых... Ах ты ж, ёптвою нахрен. Перечисленные ниже с осужденной будут в срочном порядке доставлено федеральное потенциальное учреждение Черный Камень. Учрежденный день прибытия четверг, 20 ноября 2000 какого-то там засекреченного года. Вайт, Ирвин, Кен, Келли, Харрис, Мэттис, Леклер, Ковальский, Бейкер, ох ты ж, 12 человек, наличия опасных заболеваний нету. Ребята, здесь перевозили заключенных. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот это не к добру. Ааа, так вот про кого говорила серая мать. Там было, говорит, какое-то неопределенное количество плохих людей. Негативных, нехороших. Так это были заключенные. Как классная у меня куртка с кроликом просто. Так. Неужто это ее? Да, такую отогреешь рукой. Ага. Тут, блядь, факел нужен. Тихо. Тихо. Эммм, Персеверанс? Эммм. Что? Тихо, мой английский меня подкачивает. Ребята, я не знаю, что это слово значит. Что это? Переворот в смысле? Или что? Я не знаю. К сожалению. Блях, а вот ключевое-то слово, которое было написано снизу. Я могу, конечно, ошибаться. Может, там что-то другое было написано. Мне показалось именно это. Так. Это, конечно, нужно вернуться обратно к матери. Зайти внутрь мы не можем никак. Все замерзло просто напрочь. Настежь. Нахрен. Ну, ладно. Значит, идем обратно. По такой метели особо не разгуляешься. Теперь мы знаем, что есть заключенные. Судя по тому, что если бы был только один труп, то, скорее всего, они все живы. Ну, может быть, с участием одного. Хотя, возможно, это был водитель. И его убили, выкинули. И это нехорошо. Что у нас там по температуре? А, нам вообще все равно. Она даже не падает. Какого черта? А ну. По ощущениям 0... Воу! Вы приколили? Прикололи? Прикаляли? Температура воздуха минус 7 с ветром минус 12? Но у нас по ощущениям 0 градусов. Он суковы... Оууу! Холи щет! Это... Нам... Нам пиздец. Это просто... Он привел друзей! Ах ты ж, сучка серая! Ёб! Беги! Беги, Маккензи! Блядь! Это проблема! Это... Ёб твою мать! Фу! Фу! Дышать! Я там что-то вижу. Какой-то домик. Нужно идти к нему. Кролик, кролик, беги, дружище! Здесь какой-то проход и машины. На карте не знаю, что такое не помечено, ребята, но там стая оболков пришла. Сука, стукач! Получился-то парасе по ребрышкам. Пошел, пожаловался, значит-то. Так, это вроде бы обходной путь. Я, блин, вижу сверху какое-то помещение. Надо к нему сходить, посмотреть, что там есть. Машина пустая. Так, ключ от банковского сейпа номер 20. Интересно. Вот это реально интересно. Может, все-таки в банке что-то есть? Что-то очень нужное? Просто это что-то закрыто на ключ, а не в открытом доступе. Что вполне логично. Так, мусорки все замерзли, туалет тоже замерз. Там разбилка, которая ведет нас, собственно говоря, обратно к заправке. Да, есть подъем наверх, который меня так и манит, потому что там что-то было. Пока наша одежда стопроцентная нас держит, в принципе, можно сходить туда. Идти недалеко. У нас все равно приключение небольшое. Поэтому ходим, смотрим. Блин, ну волки, это я, конечно, слава господи, что сюда доперло, ребята. То есть, доперло до мозга, и что можно пойти куда-то в сторону. Парк... А, это парк Милтон. Объявление в парке. Здесь, в частном случае, совет директоров компании Милтонские парки в зону отдыха налагают запрет на посещение олимпийских троп. Популярные маршруты и тропы стали небезопасными после давних проявлений сейсмической активности. Мы планируем пересмотреть правила безопасности, после чего обнародуем результаты работы. До этого момента просим разрешаться скалолазания в пределах парка. Подпись совет директоров компании Милтонские... Я просто схожу сейчас к тому домику. Я так понимаю, это какой-то домик, а, ну, что-то, наверное, сторожа или проходного пункта. Кролик, братан, убеги, пожалуйста. Там стоя волков пришла. Да, это реально хороший домик, это добротный. Вроде бы даже со стеклами, если я не ошибаюсь. Блин, музыка здесь, конечно, иногда играет какая-то вот очень... особенно когда дверь открылась в АЗС, я что-то подумал, что сделал что-то... что-то ужасное. То есть прям... Хотя вроде бы я, ну, нашел там, наоборот, себе положительные свойства, вещи, я нашел там себе светильник. Да, здесь это какие-то смотровые пункты, и так прям можно по ним походить, а... и скорее всего сорваться и разбиться. Здесь, к сожалению, уже все открыто, и... темнеет, правда, найти укрытие. Блин! Темнеет, это нехорошо, надо идти, значит, обратно. Лимонад. По мелочи... А, здесь, кстати, можно расцепить печку-буржуйку. А, ну и поспать. Потрепанный флиссо... Капюшон! Вот оно, зачем это место, ребята, мы нашли последний комплект одежды. А, нет. А я почему-то верил до последнего, что это то, что можно будет нацепить поверх ушей. Обидно. Но капюшон, ну, так круто. Это гораздо лучше шапки, на самом-то деле. Такого надо починить будет сначала. Реально темнеет, бляха. Успею ли дойти? Хотелось бы все-таки сначала вернуться до нашей серой матери, а еще в банк сходить. Фак-факик стакс. Ракета, ракета, факельна. Блин, где бы найти что-то царный пистолет? Кровать, спать я не хочу. Еще выстрел, еще выстрел. Так. Здесь столько выстрелов, повязка, адреналин, а нет самого пистолета случайно, вот так, совершенно, может где-то завалялся, нет. Просто я нашел уже пяток выстрелов, а пока что нет с них никакого толку. Абсолютно. Если все проверил уже. Нужен сам пистолет. На самом деле, деревня очень продвинутая, везде компы были, это прям радует. Чего рискнуть пойти дальше, в следующий домик тоже сходить, в тот. Хотя это вроде похоже на просто смотровой пункт, на смотровой пункт. И вот интересно, насколько херово ночью, ну, выжить реально или прям вот сразу капсдетс? Ну что, если капсдетс, то в принципе я закину свое огромное, двухкилограммовое, собственно говоря, этот, скажите мне, деревце, которым там лежит полено элитное сюда, и просто растоплю здесь печку-буржуйку и посплю. Ну то есть, а хер ли делать? Если ночь совсем какое-то лютое время, просто ни разу ночью, ну, особо не шлялся, кроме первой вылазки, когда я нарвался на огромные проблемы ночью, что ни хера не было видно, место для пикников. Ага. Ну я здесь ничего интересного не вижу, к сожалению. Оно просто разрушено. Ну да, да, здесь абсолютно сумасшедший вид, какой-то вау. Но на самом деле ты понимаешь, что шаг лево, шаг вправо от дороги, которая проложена уже предками, другими людьми, рабочими, и тебе некуда идти. То есть, ты не выбережишься нахер никак. Абсолютно никак. То есть, абсолютно некуда идти, заброшка нас даже на карте, походу, не показывают в данный момент. Где-то вот дальше начинаются просто адовые горы, куда пройти невозможно. Это, конечно, красиво, но это вот дикая природа, ребята. Это как то же самое, как, не знаю, вот, да, видите, значок стоит, как попасть, предположим, в ту же Сибирь. Да, то есть, именно, и там есть места, где нету, скажем так, вообще жителей. Есть такие зоны у нас в России, где там километров 400, плях об округе ни одного живого, и вот, как там выживать, хера его знает, что у нас там по температуре, вообще, вообще я не чувствую. Мне аж стало как-то не по себе, я раньше выходил на секунду, и сразу замерзал. сейчас же, после того, как я полностью снарядился, полностью свой шмот зашил, ушли дирдочки, а пропер дыши. Стало прям слушать, я хожу на похер, мне тепло. То есть, не холодно, там по ощущениям, какая температура сейчас. 5 градусов, 5 градусов! На улице там с ветром плюс-минус минус 9, точнее, с ветром. То есть, вот так вот ветер напрягает нас на минус 9. А весь наш шмот дает нам ощущение на плюс 5. Вот это, слушайте, круто. И это еще не полный комплект, еще остались какие-то у нас на голову, не знаю, специально, скорее всего, может быть, наушники второго комплекта, шерстяные какие-то, может быть, сверху, которые одеваются. И еще у нас остались штанишки вторые, подштаники, точнее. Или нет, у нас по штанике есть, это были штаны. Нам штаны тогда волк порвал. Урод. Муральный. Кстати, кролик почему-то коричневый, это либо от заката, либо я не знаю. Неплохая такая вылазка. Сейчас вот еще проверим, что будет в тайнике. А, здесь тоже вот место для пикника. Люди ходили, это парк был, отдыхали, все у них было хорошо, а потом все стало плохо. Так. Аж как-то грустно, не знаю, музыка такая играет, душевная. Это же та самая заправка, я же прав? Или я бы шел к другому месту? Да нет, синяя дверь, это та самая заправка. Все верно. А потом уже виднеется Милтон. Стоп. Это была склянка или все-таки рыкнул волк? Там просто их было четыре штуки и... Ну, шанс того, что я их победю, крайне мал. И они побежали в ту сторону прям. О, там олень ходит на похер. Либо они куда-то ушли, я не знаю, либо черт его знает. Я же не думаю, что олень может на похер ходить рядом с волками. Настолько самоуверенный или что? Не, я знаю, что некоторые самсы там лосей типа могут на похер ходить возле волков. Особенно, когда защищают свою стадо. Типа там забейте там, блядь, машина просто, блядь, больше тонны весом с рогами на пол ебала, просто. Невозможно эту херню сломать, блядь. Разорвет просто стаю волков, как нихер делать. Но вот такие маленькие ленята, это что за херня? На самом деле, жизнь стала немножко скучнее без бега, все-таки перегруз, надо что-то с ним делать, надо что-то выбрасывать, я пока не могу сообразить, то есть нету опыта в игре The Long Dark, не могу сообразить, что из этого прям нужно, что из этого прям не нужно. То есть, скорее всего, сейчас надо заняться точением, точением, расточить все свои шмотки, то есть и металлическую херню, и топорик заточить, чтобы у нас, собственно, сам камень ушел. А, наверное, стоит выкинуть одну монтировку, потому что у нас две, они по килограмму весят. Что там еще? Просто на ткань пустили, какие-то выкинуть, ненужные, какие-то свои вещи починить. Это волк, и он что-то жрет. А он того оленя доедает. Вот мне интересно, это... ООООООО! Это все! Это Финиту Ля Комедия. Эти волки, они пришли к нам сюда. Он бежит! Он тупо бежит на меня Твою мать Надо быстрее в тачку успеть В тачку успеть Интересно, смогу успеть в тачку зайти или нет Пожалуйста, 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 успей Заходи Фух, пошел ты в жопу Они пришли все сюда, елки-палки Ну давай, 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 и что? Так, слушайте, у нас теперь есть проблема Как добраться до бабули, пока что не ясно Так, я хотел сейчас на скорую руку сделать себе факел Да, мне нужен факел, фонарь Нету палочек Они не боятся Этих Скажите мне, они не боятся совершенно Моего фонарика, поэтому Может обойти по правой стороне Как-то так, как мне зайти в банк Хер его знает, падла, приперлись Блин Так, на повязке вроде у меня были, да? Четыре штуки Че ссать-то? Темнеет, бляха Пойдем в обход По правую сторону Сейчас надо зайти к бабуле Очков это как стало, а? Я себя только-только начал чувствовать героем А по отношению к волкам Ну, постольку я начал Ну, один на один любого разматывать Но четыре Это перебор Ребят, это, 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 это нехорошо Тихо Блин, теперь слушаешь все шорохи Как будто за тобой бегут А, это вывеска у банка там, я помню, висела Она стучит, зараза Нехорошая вывеска А еще качели, бля Надеюсь, я смогу обойти сейчас Просто как попасть в банки, я не понимаю Но Они же не будут здесь бесконечно сидеть То есть, окей, они там, возможно, сожрали одного оленя Там Пару тушек Кроликов было Они же уйдут потом То есть, оставят одного на патруле И Составят Это свалят или, или еще, или нет Тихо Вот это явно рычал волк Да, 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 да О, позади меня идет Они как-то, знаете, так начали осторожно ко мне относиться То есть, они и очкуют одновременно И Я тоже очкую То есть, скорее всего, если что, они нападут толпой Вот он сейчас прямо ускорился за мной Сейчас прямо сто процентов Но я уже близок к дому Очень близок Бабуль, доставай свою двухстволочку Берданочку, не знаю, мосеньку Сейчас придется волков точить Фух Нашел? Да, как ты и говорила А твоя подруга? Ни следа Через туннель не пройти Похоже на обвал Но она могла там пройти еще до того Но я думаю, что она прошла, до того, что это произошло Фух Ни след туннель завален Для Серой Матери Это конец В тоннель единственный путь через горы? Не единственный Но единственный для Серой Матери Серая Мать устала Дай ей немножко отдохнуть Мда Серая Мать, она доверяет тебе еще больше Жесть какая-то Давайте, наверное, сейчас пока поспим Потом входим в банк И там дальше по ситуации посмотрим А, давай на всю ночь Ну, я так понимаю, есть какие-то обходы через горы и прочее Но, вы сами понимаете Для нее это Невозможно То есть, она максимум могла, наверное, идти только по дороге Или как-то так Я, на самом деле, не понимаю, как она вообще может идти Ну, без обид к ней Надо еще, наверное, поспать пару часиков Я надеюсь, что волки все-таки ушли Потому что, если нет, то это проблема Понемногу свои товары расточаем Хотя, на самом деле, они весят немного То есть, эти стардины по 100 грамм Так, ладно Пойдем, сходим, наверное, в банк сейчас Ах, что-то, ребят, я погрустнел, знаете Ну, то есть, старался Реально, я что-то, ну, верил, что я мог ей помочь Хоть как-то Ну, помимо того, что я продлю ей жизнь на 2 недели Оказалось, что нихера Этот ублюдок так жрет этого оленя Но он вроде пока что один, я больше не вижу, поэтому я его не боюсь Может завалить, пока он один? Черт его знает Так Номер 20 Интересно А там еще только все неоткрытого То есть, в принципе, наверное, можно найти еще и ключики Возможно Номер 20 Эмм Так Стекло С помощью линзы солнечного света можно разжигать огонь Ох ты ж, слушайте, какое приспособление-то Прям набор, не знаю Бойскаута, вот прям такого стандартного у нас теперь есть И это круто Так, ребят, наверное, давайте пока на этом закончим Много чего мы, собственно говоря, повидали Помогли опять серые матери Но, к сожалению, похоже, что все это безуспешно То есть Либо мы за две недели сможем найти свою женщину И вернуться сюда обратно И помочь ей еще раз Как-то, не знаю, можно оставить ее в другие края С помощью автомобиля, самолета Либо как-то еще Либо, ну, она обречена здесь просто погибнуть Потому что если люди не вернутся То, я понимаю, город загнется в любом случае Через какое-то время Что уже стаи волков приходят иногда То есть, помимо там одного волка Это реально плохо Но будем верить в лучшее Всем спасибо за просмотр Ставьте лайки, пишите комментарии Всем удачки И пока-пока Продолжение следует...